...на эту тему, или какие-то свои впечатления сказать. И, пожалуйста, говорите, и мы будем внимательно слушать. И потом еще у нас тут присутствует поэт Игорь Нехаенко. И я бы очень хотела, чтобы этот поэт наш прочитал одно из своих дивных стихотворений о милосердии. Мы находимся в таком доме, который тоже можно называть домом милосердия, да? И поэтому, я думаю, очень уместно будет, если Игорь Нехаенко нам подарит... ...поэтические строки в этом месте. Так что, пожалуйста, иди. Сегодня говорили о бедных людях, сегодня говорили о чуде. Вот и у меня скептитарение о чуде. Малыш на обочине, вечно голодный, он лепит фигурки в грязи. В мечтах его вверху с отверху им портит, закрыт для него магазин. С ним больно играет и полющий ветер, и снег, и мороз в декабре. И слово тепло не думает на свете. В его неуютная нарядка. Оборван, простужит, он ходит часами, на небо почти не глядя. Мальчишки играют с бездомными псами. С бездомным мальчишкой нельзя. Кровать, одеяло, пусть в манесом доме, его голубая мечта. Пусть вместо перимет тюфят на салоне, а вместо свящей темнота. Но вот как-то раз незнакомый прохожий сказал, не пугайся, сынок. Нас дома заждались. Пойдем, мой хороший. Ты верно устал и промоклый. Приветливо дверь отворилась в прихожей. Тепло и обед на столе. Горящей водой свылись, пятна на корне. Игрушки лежат на поле. И мальчик усынул. Не видит кровать. Впервые заманил жизнь. Всю ночь ждем его обретенного батя. Счастливый сна старожил. Волшебник, безвестный. Я рад, что наш шеще волшебную папочку смог. Не страсти ее посвятил сумасшедшим. А более ребенок помог. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ